Развелась Серые камушки, это ж глазки мои, серые камушки, ой, это ж глазки мои. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Камелот Джи. Средства массовой информации всерьез заинтересовались планами вооружить российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Издание Military Watch называет эти авиационные ракеты самыми опасными в мире. Ракета «Кинжал» принадлежит к числу аэробаллистических ракет, которые доставляются к месту запуска с помощью самолета-носителя. А затем, после запуска и отделения от самолета, включают собственные двигатели и направляются к цели. Помимо скоростных характеристик, ракетный комплекс «Кинжал» интересен тем, что самолеты-носители, модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ, способны вывести ракету в стратосферу. Другими словами, чтобы уничтожить цель, ракетоносителю «Кинжала» нет необходимости приближаться к опасной зоне действия сил противоракетной обороны противника. Субтитры делал DimaTorzok Можно запустить ракету из ближайших к Земле слоев космоса. Максимальная дальность поражения ракеты Х-47М2 «Кинжал» превышает 2000 километров. И это при уникальной скорости, развиваемой ракетой. Более 12 тысяч километров в час. По некоторым данным, 12 250 километров в час. При том, что проходящие испытания американские конкуренты ракеты «Кинжал» пока не могут превысить скоростных показателей более 6 скоростей звука. Напомним, что скорость звука измеряется в махах и на высоте 11 километров один мах составляет 1062 километра в час. Тогда как российский комплекс обладает показателями в 12 скоростей звука. Такая гиперзвуковая скорость полета уже сама по себе обесценивает ряд возможностей сил противоракетной обороны потенциального противника. Главным образом потому, что ракету с такой скоростью, особенно на снижающемся участке траектории, когда она, по сути дела, падает с огромной высоты и развивает высочайшую скорость, крайне тяжело догнать. Не стоит также забывать и о высокой маневренности ракеты «Кинжал». Боевая ракета способна осуществлять резкое маневрирование на всех участках траектории, что вкупе с колоссальной скоростью «Кинжала» делает его перехват практически невозможным для современных средств противоракетной обороны противника. Таким образом, самолет-носитель способен, не заходя в опасную для себя зону, запустить ракету и вернуться на аэродром, в то время как ракета практически гарантированно, двигаясь на гиперзвуковой скорости и активно маневрируя, уничтожит цель. Кроме всего прочего, «Кинжал» может быть оснащен как обычными ракетами, так и ядерными зарядами. Очередным преимуществом ракеты является наличие всепогодной головки самонаведения, которая позволяет эффективно и точно поражать цель в любое время суток и в любых условиях. С такими возможностями «Кинжал» по праву может быть назван убийцей авианосцев, а с учетом ядерного заряда целых авианесущих групп, авианосца и большого количества кораблей сопровождения. Субтитры создавал DimaTorzok В публикации отмечается, что пока не ясно, будет ли разработан специальный вариант «Кинжала», совместимый с пусковыми установками Ту-160, или предполагается создать новые пусковые установки для этих ракет. Но при этом упоминается, что компактный аналог авиационного ракетного комплекса «Кинжал» разрабатывается для истребителя Су-57. В материале также говорится о том, что гиперзвуковая ракета «Кинжал», развивающая скорость до 10 махов, может с высокой точностью поражать военные объекты и корабли на расстоянии до 2000 км. Причем скорость и высокая маневренность ракет делает крайне затруднительным их перехват. Издание Military Watch особенно подчеркивает ценность этого оружия как охотника за кораблями. Рассмотрим сценарий применения Ту-160М, Ту-160М2 вооруженного комплексом «Кинжал». При его вылете, например, с авиабазы «Энгельс» Саратовская область При максимально быстром выходе на цель с крейсерской скоростью 1,5 маха суммарный радиус поражения комплекса «Кинжал» составит от 3000 до 3500 км. Данный режим обеспечит минимальное время реакции на угрозу и позволит действовать в интересах трех флотов. Максимальное время от момента взлета без учета времени подготовки самолета к вылету до момента поражения цели на расстоянии 3000-3500 км в этом режиме составит примерно 2-2,5 часа. Ну, а в наиболее экономичном режиме при полете на дозвуковой скорости на большой высоте Радиус поражения составит от 7000 до 7500 км. Данный режим позволит задействовать Ту-160, Ту-160М2 с комплексом «Кинжал» на борту в интересах всех четырех флотов. При использовании дозаправки в воздухе радиус действия связки Ту-160М, Ту-160М2 плюс «Кинжал» существенно возрастает. Таким образом, применение комплекса «Кинжал» в составе самолета Ту-160М, Ту-160М2 позволит создать угрозу флотам и наземным базам вероятного противника практически по всему земному шару. Кроме всего прочего, значительный радиус действия позволяет строить маршрут полета ракетоносцев в обход зон действия противовоздушной обороны и истребительной авиации противника. В сочетании Ту-160М2 «Кинжал» представляет угрозу для вражеских военных кораблей практически по всему миру, отмечается в публикации. Ранее появилась информация о том, что уже в 2020 году может быть проработан проект, предусматривающий вооружение Ту-160 ракетами «Кинжал». Боекомплект ракет комплекса «Кинжал» на Ту-160М-Ту-160М2 составит, скорее всего, 6 единиц. Ракета «Кинжал» несет боевую часть, содержащую 500 кг мощной взрывчатки. Тротиловый эквивалент, который составляет по разным источникам от 1000 до 1500 кг. Мощность боевой части «Кинжала» значительно превосходит 454-килограммовую тротиловую боевую часть «Тамагавка» и 227-килограммовую «Гарпуна». Мощность «Кинжала» позволяет уничтожить одним точным попаданием любой эсминец или крейсер. Сначала уничтожаются корабли-прикрытие, стоящие на пути ракет, а затем наносится удар и по самому авианосцу. Для того, чтобы уничтожить авианосец, необходимо попадание в него от 8 до 10 противокорабельных ракет «Кинжал» с обычным снаряжением. Однако, следует понимать, что в случае полномасштабного военного конфликта, а коль скоро мы говорим об уничтожении целых авианосных групп, то, стало быть, ни о какой локальности такого конфликта, естественно, не может быть и речи. Будут применены специальные ядерные боевые части мощностью 50 килотонн. Таким образом, для уничтожения целой авианосной группы, включая, собственно, и сам авианосец, понадобится всего-навсего один единственный охотник, ракетоносец Ту-160М Ту-160М-2 с ракетным комплексом «Кинжал», оснащенным такой специальной ядерной боевой частью на борту. Продолжение следует... Продолжение следует... Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, когда общество становится продуктом своей собственной техники, оно разрушает себя. Дальние стратегии разрывает небосклон. Это дальние стратегии занимают эшелон. Высота 12300, грозовой минуя фронт. Справа чисто, слева чисто, держим курс за горизонт. Мы летаем далеко и долго, полк родной, надежный ориентир. Наша жизнь, полет и чувство долго, отвечать за этот хрупкий мир. Дом привычная кабина, дом уютный, небольшой. И послушная машина, с человеческой душой. У нее и сердце даже, ум и строгое лицо. И, конечно, в везляже кое-что для наглецов. Мы летаем далеко и долго, полк родной, надежный ориентир. Наша жизнь, полет и чувство долго, отвечать за этот хрупкий мир. Там, где звезды до восхода, хороводят вальс-бастон. Высоко в нейтральных водах, примем набор тридцать тонн. Как вовсю кипит работа, знают только небеса. Куртки мокрые от пота, да усталые глаза. Мы летаем далеко и долго, и уверен в деревьев, командир. Наша жизнь, полет и чувство долго, отвечать за этот хрупкий мир. Отвечать за этот хрупкий мир.